Привет, друзья! Гитана Леонтенко – известная советская артистка цирка, актриса и вторая жена популярнейшего актера отечественного кинематографа Алексея Баталова. Супруги пережили за полвека совместной жизни не только счастливые моменты, но и сложные испытания. Девочка с редким для нашей страны именем родилась в 1935 году в Москве в семье цирковых артистов. По маме она цыганка, а по отцу – русская. Ее мама была известной танцовщицей и наездницей, а папа – воздушным гимнастом. Впервые Гитана вышла на арену цирка в 9-летнем возрасте. Тогда она в составе цыганского циркового коллектива исполняла пластические этюды. С 1950 года она сменила амплуа и выступала перед зрителями с танцевальными номерами на лошадях. Тогда ее сценическое имя звучало, как принцесса Гитана. Сердце зрителей замирало от лихих джигитовок бесстрашной Гитаны. При этом она всегда оставалась простой в общении и доброжелательной девушкой, которой была чужда звездная болезнь. Встреча Алексея и Гитаны состоялась в Ленинграде в 1953 году. Актер в то время снимался в картине «Дело Румянцева». Как-то после съемок его коллега Сергей Лукьянов, сыгравший в фильме роль полковника милиции, предложил Алексею сходить в цирк, где в этот вечер должны были выступать цыгане. Тогда Баталов впервые увидел хрупкую черноглазую девушку, исполнявшую сложнейший цирковой номер на лошади. Об этой встрече Гитана Аркадьевна вспоминала как о бесценном и неожиданном подарке судьбы. Культовый актер, замечательный мастер художественного слова Алексей Баталов был лицом своей эпохи. Как и он сам, все его киногерои были чистыми и душевными людьми. Ему всегда была свойственна невероятная внутренняя сила, наряду со сдержанностью и интеллигентностью. Однако родственники Гитаны Леонтенко были не в восторге от ее знакомства с актером. Поэтому молодые люди втайне от них бродили по Ленинграду и не могли наговориться. Как гром среди ясного неба прозвучало признание Алексея перед отъездом, он женат и у него растет дочь. Девушка заявила Алексею, что видеть его она больше не желает. Расставшись с Баталовым, Гитана с головой погрузилась в работу, чтобы смягчить боль от разочарования в любви. Она дебютировала в кино в 1953 году. В картине «Арена смелых о жизни цирковых артистов» она снималась со многими звездами – Борисом Вяткиным и Олегом Поповым, Виолетой и Александром Кис, Эммануэлой Попяной и многими другими. Цирковая карьера Гитаны тоже развивалась успешно. Она много гастролировала по стране, а также побывала в длительном турне по Франции. Несмотря на успешно развивающуюся карьеру, в личной жизни Гитаны не было гармонии. Только она оправилась от расставания с Баталовым, как ее ждала новая встреча с красавцем и сердцеедом Сергеем Гурзе. Вы наверняка помните его по роли Сергея Тюленина в картине «Молодая гвардия». С ним девушка забыла об условностях. К тому же Сергей уже не жил со своей семьей. Они поселились на Неглинке в общежитии. Ради Гурзы Гитана оставила звездную карьеру и стала ездить с ним на съемки. К сожалению, этот роман официальным браком не закончился, и молодые люди расстались. Расставшись с Сергеем, Гитана спустя некоторое время влюбилась в канатоходца Магомеда Магомедова. Роман у них был бурным, но Магомед не женился на девушке. Что стало причиной разрыва, неизвестно, но канатоходец еще долгие годы хранил фото отважной Гитаны. Еще совсем юным, в 16-летнем возрасте Алексей женился на дочери художника Ротова. Вместе с отчимом Алексея, писателем Ардовым, Ротов работал в редакции журнала «Крокодил». Алексей с Ириной были знакомы с раннего детства. Девушка была для него близким и родным человеком, поэтому с нею отношения сложились как-то сами собой. Вскоре Ирина родила дочь Надю. Спустя много лет Баталов говорил, что он был плохим отцом, он часто и надолго уезжал на съемки. Однажды, когда актер был в Киеве, кто-то из доброжелателей наговорил маме Ирины о его распутстве на съемках. На самом деле он жил в столице Украины не в гостинице, а прямо на студии, в кабинете Марка Донского. Репетиции шли каждый день до поздней ночи. Но оправдываться было бессмысленно, и Алексей с Ириной просто разошлись без скандалов и взаимных упреков. Первой жены Баталова уже нет в живых, а дочь Надя стала переводчиком. Это случилось в 1963 году в Грузии, через 10 лет после их первой встречи. В то время они уже были близкими людьми, было очевидно, что у них может сложиться крепкая семья. Вернувшись в столицу, Алексей и Гитана сняли крошечную комнату и поженились. Молодожены не устраивали пышного торжества, но их пришли поздравить актеры театра «Современник», с которыми Алексей дружил. После свадьбы Гитана мечтала о детях. Ее желание исполнилось лишь через пять лет. В 1968 году у супругов родилась дочь Машенька. Когда Гитана и Алексей узнали о беременности, их счастью не было предела. Тогда они даже не предполагали, что их ждет впереди. В положенный срок Гитана отправилась рожать в один из самых лучших родомов столицы. Во всяком случае, им так его охарактеризовали. Но почему-то в нем в ночь, когда начались роды, на месте не было хирургической сестры. Гитане потребовалась операция кесарево сечение, а без этой медсестры ее сделать не смогли. В результате абсолютно здорового ребенка превратили в инвалида. В это время Баталов был на съемках в Ленинграде, к близким в Москву приезжал редко. При этом он знал, что роды были тяжелыми, но Машенька родилась. Диагноз «церебральный паралич» был поставлен ребенку не сразу. Болезнь наступала медленно и коварно. Родители стали замечать, с дочерью происходит что-то не то, она мало и плохо двигалась. Вся тяжесть забот о больном ребенке обрушилась на хрупкие плечи Гитаны и ее мамы. Конечно, родители надеялись, что их малышка выздоровеет. Они не хотели сдаваться. Когда Машеньке исполнилось 7 лет, Гитана добилась надомного обучения. Мама и бабушка разучивали с девочкой специальные упражнения, занимались развитием речи. В результате Маша получила хорошее образование. Она прочитала огромное количество книг. После школы окончила дистанционно-сценарный факультет в ГИК, написала книгу, стала членом Союз писателей. Очень любит Машу музыку, пишет критические статьи. Благодаря особой клавиатуре работает на компьютере. 15 июля 2017 года перестало биться сердце народного артиста СССР Алексея Баталова. Перед смертью он долго и тяжело болел. За день до смерти он начал писать стихи, посвященные любимой, которые остались незавершенными. В них он назвал Гитану бесценным даром от Бога. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.